Всем привет! С вами видео-гаджет.ру. Сегодня мы тестируем видеорегистратор DVR-027, выпущенный под брендом Eplatus. Тот случай, когда русифицировано все, даже надписи на коробке. Как это повлияет на работу регистратора, сейчас узнаем. С этого обзора мы переходим на новый формат. Каждое устройство тестируется по четырем категориям. Комплект, конструкция, держатель и качество записи. По каждой устройству начисляются баллы. Пять все стандартно, меньше чего-то не хватает. Надеемся, новый формат придется вам по душе и сделает выбор оптимальной модели более простым. Итак, в путь. Комплект. Вместе с регистратором в коробке. Автомобильная зарядка. Благодаря длинному кабелю, камеру можно поставить не только на лобовом стекле, но и на заднем. Запишется еще и оборотная сторона вашего путешествия. Поездка станет еще безопасней. Кабель для компьютера. Стандартный мини-USB. Найдется в каждом доме. Никаких проблем с переносом роликов на компьютер, даже если с кабелем что-то случилось. При синхронизации происходит зарядка батареи. Съемный аккумулятор емкостью 600 мАч. Такой же, как в мобильниках. Хватит примерно на час автономной работы. Если вам нужно больше, можно купить еще один и снимать не только дорогу, но и пейзажи, портреты и даже натюрморты. Инструкция. Есть раздел на русском языке, что не может не радовать. Вы без труда найдете все основные функции камер. Итого 4,5 баллов за комплектацию. Оценка немного снижена за то, что нет чехла. Как обычно, купив видеорегистратор у нас, вы можете получить карту памяти объемом от 4 до 32 гигабайт и другие бонусы. Подробности по телефону на экране и на сайте video-gadget.ru. Конструкция. Модель относится к популярному варианту с откидным дисплеем. Вы сможете не только снять происходящее на дороге, но и сразу посмотреть, что получилось. Вдобавок, куда удобнее настраивать регистратор. Благо, меню полностью русифицировано. Спереди расположен объектив камеры и ИК-светодиоды. Светочувствительный элемент, которыми ими управляет, находится на нижней грани. Микрофон сверху, так что кино будет со звуком. Снизу отверстие динамика и винтовое крепление для держателя. Тут же отсек аккумулятора. Круглое гнездо зарядки расположено на левой стороне. Рядом за откидной крышкой разъем для карты памяти объемом до 32 гигабайт. Такая же заглушка с другой стороны прикрывает интерфейсные разъемы mini-USB и HDMI. Подключив регистратор к телевизору, вы сможете посмотреть свои приключения на большом экране. Сверху расположен откидной дисплей с возможностью поворота. Вращается на 270 градусов, на 90 влево и на 180 вправо. Удобный вариант посмотреть отснятый материал. Опустить дисплей вниз в крайнем правом положении экраном вверх. В таком виде очень удобно настраивать регистратор четырьмя кнопками под дисплеем. Еще две включения и запись расположены на заднем торце. Итого 5 баллов за конструкцию. Модель не предлагает чего-то нового, но пользоваться ей удобно. Единственный просчет – необходимость использовать при настройке сразу несколько кнопок, расположенных в разных местах. Зато 6 светодиодов ночной подсветки и HDMI-порт. Большего и желать не приходится. Держатель. Использован стандартный держатель присоска с винтовым креплением. Предусмотрено две степени свободы. Из-за небольшого размера возможности настройки не слишком богаты. Производителям предусмотрена возможность быстро развернуть камеру в противоположную сторону. Она пригодится, если вам понадобится снять общение с сотрудниками постовой службы внутри машины. Сделать это можно, немного открутив регистратор открепления. Ничего не отвалится, но чувствуешь себя странно. Итого 4,5 балла за недокументированную возможность снять кино с участием сотрудников ДПС. Особенности. Регистратор снимает в HD разрешение, что позволяет разглядеть важные подробности, вроде номеров машин. Ролики пишутся в стандартном Ави. Скинул на компьютер и смотри. На отснятый материал автоматически накладывается время и дата. Есть возможность фотосъемки. О нехватке места на карте памяти волноваться не придется. При переполнении камера начнет стирать предыдущие ролики, начиная с самых старых. Так что с картой памяти на 4 гигабайта у вас всегда будет последние два часа дороги. Дополнительные плюсы. Возможность записи по движению и ночной съемке. Регистратор даже можно оставить в машине на ночь в качестве охранной системы. Икодиоды обеспечат съемку даже в полной темноте, а детектор движения сбережет аккумулятор до утра. Камера будет снимать только если заметит движение. Качество съемки. Чтобы оценить этот параметр, мы сняли тестовый ролик. Я советую вам скачать его на компьютер с нашего сайта, так как при просмотре через интернет видео ужимается. В целом DVR 027 снимает достойно. Конечно, он не может тягаться с более дорогими моделями серии F, но и поэтому прибор и стоит дешевле. Итого три с половиной баллов за качество съемки. Пришло время подвести итоги. Средний балл DVR 027 4,4. Что ж, вполне достойно для такой цены. Можно брать. Модель подойдет большинству пользователей, приятно порадовав отличным соотношением цены и качества. Только в нашем магазине видео-гаджет.ру. В том случае, если DVR 027 вам чем-то не подойдет, мы любезно вернем вам деньги за один день. По первому требованию. Без скандалов, нервотрепки и экспертиз. Напомню, купив видеорегистратор в нашем магазине, вы можете получить карту памяти объемом от 4 до 32 гигабайт и другие бонусы. Чтобы узнать об акции подробнее, звоните по телефону на экране или заходите на сайт video-gadget.ru. Если вы еще не определились с выбором, посмотрите другие видео-обзоры. Удачи!